МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Динара Руслан – основатель группы компаний в сфере IT в Кыргызской республике, автор проектов по обучению IT-специалистов, председатель Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг. Здравствуйте, Динара, рада приветствовать вас. Вы владеете несколькими компаниями в сфере IT, занимаетесь социальными проектами, возглавляете Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения. Но для молодой женщины, конечно, регалии эти непростые. Вот какой путь пришлось пройти для этого? Вот отрезок за отрезком, от наемного работника до бизнес-вумен. Прежде чем мы начали добиваться какого-то успеха, прошло достаточно много времени, и, наверное, были свои сложности, до сих пор и есть. Я сама училась на программист-аналитика в Бишкеке, в Международном университете, потом продолжила свое образование в Америке, в Калифорнии, в Кремниевой долине, в маленьком частном университете, в Lincoln University, где я сделала магистратуру по управлению именно такими сложными IT-системами. И там именно мне повезло начать свою карьеру в IT. Я поняла, что это именно та сфера, где я хотела бы продолжить свою карьеру и добиться именно многих таких, наверное, вещей, так как IT-сфера, она многократная, она постоянно развивается, и ты всегда развиваешься вместе с ней. И последние 7-8 лет, которые я работаю в IT-сфере, наверное, самыми интересными были годы работы в GenSoft, я там работала директором по развитию проектов, и последние 2 года вместе с Codify. И сейчас вот именно помогая, работая со школами, с университетами, с курсами, с учителями, в конце концов, по тому, как внедрить цифровые решения в процесс об обучении, я поняла, что я выбрала эту профессию не зря, и что мы не просто делаем разработку или работаем в IT-сфере, мы вправду меняем целую индустрию образования и помогаем нашим конечным пользователям, учителям, родителям и ученикам получить качественное образование. Для меня, наверное, понимание того, что моя работа и работа нашей команды приносит пользу, это, наверное, самый большой успех и дар, который, мне кажется, мы до сих пор привыкаем. Динар, вы получили образование в США, и для того, чтобы заработать себе на учебу, вы проработали год в Афганистане на военной базе. Вот об этой своей главе расскажите, пожалуйста. Это очень, наверное, был интересный и необычный опыт для меня, потому что я сама из достаточно среднестатистической семьи, училась в различных школах, и окончила свой диплом, ну, получается, свое первое образование именно на программиста с красным дипломом. И поработав несколько месяцев в Бишкеке, я поняла, что что-то не так. То есть я понимала, что я хочу чего-то большего, что Бишкек и Кыргызстан для меня достаточно, ну, как сказать, уже что-то освоено, и то, что я уже знаю. Я хотела именно получить образование, магистратуру за границей, это была моя мечта, но так как мои родители не могли мне оплатить именно подобную программу, я решила поехать на один год по контракту в американскую такую военную базу и поработать там в компании Эйфис. Этот год мне помог улучшить мой английский, поднакопить денег, и после возвращения у меня был выбор либо остаться здесь и на накопленные деньги, просто купить какую-то недвижимость и дальше расти здесь, либо же инвестировать все эти деньги в образование. Я решила инвестировать это в свое образование. Я поступила на магистратуру в Америку и ни в коем случае не жалею об этом, так как это было для меня таким очень интересным опытом, где я поняла, как это конкурировать с самыми лучшими выпускниками, студентами, специалистами со всего мира, которые все слетаются в Калифорнию и тоже хотят начать свою карьеру в IT-сфере. И ты просто должен быть лучше каждый день. То есть ты каждый день, я вот до сих пор помню это, я работала на двух работах, чтобы оплачивать обучение, я каждый день по несколько часов занималась в университете, плюс дополнительно я каждый день просматривала различные YouTube-видео, читала книги по своей IT-профессии, прежде чем я получила свою первую оплачиваемую работу. Поэтому это был очень интересный опыт, который, наверное, помог мне стать однозначно сильнее. Я там, кстати, встречала очень много студентов с Казахстана, которые приехали по программе «Балашак», и мне можно сказать, даже было завидно, что в Кыргызстане нет такой программы, где я тоже могла бы просто учиться и не тратить время еще на работу, чтобы оплачивать обучение, проживание. Вы получили образование в сфере IT в США. Уж где, как не в этой стране, найти этой специальности применения. Тем не менее, вы вернулись на родину, Кыргызстан. Почему? История достаточно простая. Я в 2016 году вернулась на каникулы, я просто хотела взять первый отпуск за 4 года, обучение, работы, и я, получается, вот на накупленные деньги купила свою квартиру в Бишкеке, отремонтировала, и уже в конце августа должна была улетать обратно, и мне предложили очень классную должность в IT-компании «Занцов», которая только-только открылась и начинала свой путь в Бишкеке. И они предложили мне возглавить именно департамент IT-проектного менеджмента, и, можно сказать, дали всю свободу, чтобы делать все, что я хочу, чтобы построить самую топовую IT-компанию в Кыргызстане. И я долго думала, я решила, что я хочу лучше быть частью, наверное, начинающей маленькой IT-компании, где от моих решений вправду зависит будущее этой компании, где я могу научиться тому, как строить IT-компанию с нуля. IT-компания, Академия IT-профессии, какая была последовательность в открытии этих проектов. Стали поступать заказы, и вы поняли, что не хватает специалистов, а значит, их нужно обучить, взрастить. Или наоборот, вы решили, что сначала стоит обучить, а потом уже начать консультировать компании? В 2016 году, когда мы только начали свой путь построения IT-компании в Кыргызстане, я столкнулась с проблемой того, что в Кыргызстане очень мало IT-специалистов именно международного уровня. Многие специалисты были либо не готовы работать на международный рынок, либо они в основном были разработчиками, и у нас была острая нехватка IT-проектных менеджеров, продукт-менеджеров, дизайнеров, тестировщиков, девопс-инженеров. И поэтому мы сами их набирали в ZenSoft и потом обучали. Я даже за годы работы именно сама, можно сказать, составила такую программу переобучения специалистов из IT-университета в те направления, которые нам нужно было в нашей IT-компании. И спрос был настолько большой, то есть многие ребята хотели переобучиться, и так они прям очень часто мне писали. И в 2019 году так получилось, что у меня было уже несколько человек, которые прям просили, чтобы я их научила. Но так как это IT-компания, я не могу всех брать на стажировку туда, я согласилась обучать их просто вне IT-компании по своей собственной методологии обучения. И вот в 2019 году весной я просто написала пост, чтобы более эффективно использовать это время, чтобы не троих-четырых людей обучить, а хотя бы пятерых-шестерых. И буквально за пару часов у меня было столько желающих обучиться, и собралась группа в 15 человек. Динара, а как выстраивались бизнес-процессы, финансовые составляющие? Вот знаний вам хватало об этом? Спасибо большое за такой интересный вопрос. Если честно, я этому до сих пор учусь. Почему? Потому что в итоге дня я именно IT-специалист, и я ни в коем случае не финансист или не бизнесмен, и уж тем более меня этому нигде никогда не учили. Но так получилось, что в 2019 году мы начали нашу академию с того, что мы хотели помогать людям и обучать их востребованным профессиям будущего, чтобы они, можно сказать, пополняли ряды IT-специалистов. Потом, когда количество групп начало расти, люди начали больше и больше к нам приходить, конечно же, нам пришлось открыть юридическое лицо, зарегистрировать там его, начать платить налоги, потом инвестировать деньги в компьютеры, в проекторы и так далее. И поэтому был момент, когда я не понимала, что происходит, но как IT-специалист я всегда подхожу с тем, что есть проблема, значит, нужно ее решить. И мы начали сами изучать вообще про финансы, бухгалтерию, что это такое и как, и мы просто вложили, это даже, кстати, не секрет, буквально по 5, я вложила вот 5 тысяч долларов, мой партнер, получается, вложил 5 тысяч долларов уже на поздних этапах при расширении. И это все деньги, которые ушли на открытие этой академии, и мы просто реинвестируем все средства, которые мы получаем. То есть мы относимся к этому проекту именно как к образовательному, социально ориентированному проекту, где мы обучаем профессиям будущего, а не просто пытаемся из этого сделать бизнес. Динара, со своими продуктами вы уже вышли на международный рынок, вот США, насколько я знаю, Австралия, Европа. Поздравляем вас с этим. Но вопрос вот в чем. Насколько тяжело нашим айтишникам, нашим, я имею в виду центрально-азиатским, конкурировать с зарубежными разработками? Мы с самого открытия сделали немножко упор на дно другое, то есть это именно социально ориентированные проекты, и это разработка продуктов. У нас продукт по разработке, то есть именно по автоматизации образовательных учреждений Codify LMS сейчас мы как раз вытаскиваем на мир, то есть это не просто аутсорс-сервис, когда мы продаем какие-то сервисы или услуги. Мы свой продукт сейчас уже продвигаем в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане. У нас уже есть пользователи с Европы, с Сингапура, это образовательные учреждения, которые до этого использовали Canvas, то есть американский продукт, и сейчас хотят перейти на наш продукт. И да, этот продукт мы уже вытаскиваем на мир, и хотели бы вот этим летом подать уже на Вайкеминетре, в Калифорнию. Я очень надеюсь, что ваши зрители в Казахстане скоро о нас будут слышать чаще. Вы много занимаетесь и социальными проектами. Вот IT-социальные проекты могут быть интересными, но при этом еще и прибыльными? Обязательно. Социальные проекты – это изначально такое направление, где у нас, вот в постсоветских странах, есть такое понимание, что образование медицины должно быть бесплатным. И поэтому она всегда оставалась таким недосмотренным, так как после развала Советского Союза государство не может полностью автоматизировать и уж тем более улучшать сферу образования и медицины. И поэтому мы, наверное, поняли все ее недостатки как раз во время карантина в 2020 году. Мне кажется, мы все это испытали на себе, как недостатки в сфере медицины, так и образования. Поэтому мы с самого начала со своей командой выбрали прям такой путь, то, что мы будем автоматизировать системы в сфере образования. То есть это социальное направление, это направление, куда обычные бизнесы и компании не идут, потому что это не популярно, это не так много денег у этих индустрий. И поэтому они и недоавтоматизированы. Там, можно сказать, вообще нет никаких цифровых решений. И да, нам очень часто говорят, что зачем идти в соц. направлении, когда у вас есть опыт разработки на американском рынке, просто идите, зарабатывайте там, разрабатывайте различные более популярные мобильные игры, приложения, маркетплейсы, какие-то приложения по доставке и так далее. Но, наверное, мы с самого начала для себя решили, что мы хотим приносить какую-то пользу и вправду менять какую-то индустрию с самого начала и до конца, а не просто сделать какое-то приложение. Поэтому мы и хотим сейчас не только обучать детей и взрослых профессиям будущего, IT-профессиям, но и разрабатываем приложение, которое поможет автоматизировать целую индустрию образования вне зависимости от вида учреждения. И мы хотим доказать, что эта сфера тоже может быть прибыльной, чтобы другие бизнесы большие тоже начали заходить туда и делать какие-то большие фундаментальные изменения. Надеюсь, у нас получится. Посмотрим, время покажет. Ну, конечно, среди представителей молодого, даже, можно сказать, совсем юного поколения, бытует мнение, что IT-специалист – это без пяти минут миллионер, это почти миллионер. Вот что вы можете сказать этим ребятам? Какое-то напутствие, через что им придется пройти, к чему быть готовым? На самом деле, IT-специалисты зарабатывают хорошие деньги, то есть более-менее хорошие специалисты даже в Кыргызстане, я также знакома с зарплатами в Казахстане, в Узбекистане, зарабатывают от 1000 долларов и выше, это как минимум. Но мне кажется, это плохо идти в эту сферу, только потому, что вы хотите хорошо заработать. Это настолько обширная индустрия, где вы можете найти именно ту профессию, которая вам будет нравиться, и благодаря этому вы можете стать лучшим специалистом не только в стране, но и пополнить ряды классных лучших специалистов в мире. И, по-моему, ребята, которые работают не на местный рынок, но на международный, они зарабатывают там 2-3-4 тысячи долларов в месяц, живя там именно в Центральной Азии. Мне кажется, это очень классный показатель, но нужно учитывать тот факт, что это сложно, то есть это не так, что вот вы там выучили какую-то формулу или научились чему-то, и все там, компании будут просто за вами гоняться, чтобы вас взять на работу. На самом деле это такая индустрия, где вы должны постоянно усовершенствовать свои знания, постоянно работать над собой, хорошо говорить на английском, знать коммуникационные скиллы, уметь не только делать свою работу, но и работать в команде. Поэтому зарабатывают ли хорошо эти специалисты на местном рынке? Да. Могут ли они зарабатывать больше на международном? Однозначно. Но стоит ли идти в IT-сферу только потому, что вас привлекают деньги? Нет. Почему? Потому что вы очень быстро прогорите, и вы не сможете конкурировать в IT-сфере, потому что это очень конкурентная среда. Для развития бизнеса в Кыргызстане можно назвать среду благоприятной? В общих чертах я думаю, что именно малый и средний бизнес, особенно в IT, это и есть наше будущее, и оно достаточно хорошо и быстро развивается. Главное, мне кажется, не мешать этому, но способствовать. То есть если государство как-то может, то это, конечно, было бы классной поддержкой. Вот сегодня вы уже руководите группой компаний, занимающихся развитием IT-сферы в вашей стране. Вот можете уже сами себе поставить какую-то оценку? Это очень интересный вопрос. Если честно, я бы, наверное, оценила свою работу пока только где-то между троечкой и четверочкой. Почему? Потому что я, скажем так, всю жизнь работала только в IT-сфере, и у меня достаточно узконаправленные знания именно в сфере IT-проектного управления, продукт управления, операционки, и, возможно, даже чуть-чуть маркетинга. Но у меня достаточно нулевые были знания по финансам, по, я не знаю, законодательной, юридической части и так далее. Поэтому могла ли бы я делать свою работу лучше? Однозначно могла бы. Иду ли я к этому? Однозначно стараюсь прийти к этому. Когда приду, пока непонятно. Но я стараюсь балансировать между тем, чтобы быть именно справедливым, хорошим руководителем, который может не только говорить и требовать, но и своим примером показывать и учить. И в то же время, чтобы у нас была достаточно такая IT-демократичная такая, наверное, команда, где каждый просто знает, что он должен делать, и каждый вносит свою лепту. Динара, спасибо вам большое за интервью. Мы искренне желаем вам успехов. И приезжайте в гости к нам в Казахстан. Спасибо вам. И я очень надеюсь, что ваши зрители и слушатели подчеркнули хоть какую-то полезную информацию. Если будете в Кыргызстане, то обязательно заходите к нам в гости. Мы с удовольствием сделаем тур по нашему офису, с нашими разработчиками, студентами. И вы поймете прямо наяву, как именно процесс создания того или иного IT-продукта выглядит изнутри. Спасибо вам. Одно из негласных правил программистов, кроме как компьютер всегда прав, зная свои инструменты, звучит как «начни!» Самое сложное – начать. Хотя, конечно, это правило универсальное для всех. Стоит только начать, и код начинает работать верно. Успехов нам всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok